Алексей Первый Камнин. Даты жизни 1048-1118. Правитель, император с 1081 года. То есть мы в глубинах веков. Этот человек, чем интересен? 37 лет у власти, это немало. Это время вообще немало. Да, очень много и редко. Самый яркий представитель династии Камнинов, которая была при власти Византии в середине 11-го, второй половине 12-го. И, в общем-то, это человек, обеспечивший Византии последнюю стабилизацию перед началом уже неуклонного упадка. Надо отметить, что он попытался сделать модернизацию. Да. Очень много внес в то, чтобы стабилизировать обстановку. И после него начинается неуклонное, не очень быстрое, но движение этого поразительного государства к закату. Ну, отец, наверное, самой значительной женщины-писателя эпохи Средневековья. Анны Камнины. Ее сочинение «Алексиада» переведено на русский язык, между прочим. Еще в советскую эпоху. Да, издано. Вот я читала по изданию 1996 года, были и более ранние. Более ранние. Перевод Любарского. Это очень интересное литературное произведение, исторический источник. О нем писали в книге такого Сергея Дашкова «Императора Византии». Есть о нем хороший отчет. Есть трехтомник истории Византии. Есть много историй. Есть много этих историй Византии. О Византии писал замечательный советский историк Каждан. И вот Удальцова писала. То есть Сюзюмов много. Сюзюмов фильм был сделан в 2000 году, где императора Камнина играл Василий Лановой. Вот не довелось. По кличке Картавой. Не удалось мне дать. Но это кличка императора. Плохо произносил он букву «Р» в отличие от Василия Ланового. И его диалог, завершающий введение, его, так сказать, диалог с участниками Первого Крестового Похода, вот он был вынужден встретить это воинство, которое валилось буквально в пределы Византии с Запада. И он участник этого диалога Крестового Похода, в общем-то, на мой взгляд, очень важного воплощения диалога Востока и Запада в Средние века. То есть фигура значительная объективно, но и субъективно. Это был человек личностью, как большинство наших персонажей, да практически все, он личность. Происхождение. Ну, происхождение. Он из рода Камнинов. Это фракийский город, из фракийского по названию, фракийского города Комны. Фракия, севербалканского полуострова. Заметим сразу, что появление на престоле этого человека знаменует процесс, который происходит в Византии в XI веке. А именно, приход в активную политическую жизнь провинциальной знати, которая до этого была на периферии. Жизнь сводилась к Константинополю, к столичному, и под Рому, и всему, что вокруг него, и Святой Софии. И вдруг провинциальная знать, которая накопила средства, накопила какой-то военный и политический опыт, в частности, как Камнины, заявляют о себе. Мы тоже хотим, видя, что центральная шатается, процесс совершенно универсальный в человеческой истории, провинция двигает вперед. Он символ этого движения. Его отец, Иоанн Камнин, был братом императора Исаака I. Правил он недолго, Исаак I. Он был первый из династики. Первый Камнин. Первый Камнин на престоле. Он правил очень недолго, с 1057 по 1059 год. Кстати, 57-й, это вроде бы и год рождения нашего мальчика. Скорее, 48-й. Все-таки 48-й, да? Большинство останавливается на 48-м, тогда получается, что он прожил 70 лет. Но, как всегда в эти времена, эти даты немножко приблизительные. Мать Анна Долосина из очень знатного дома, а еще более знатной женщиной была его жена Ирина Дука. Дуки – это, ну, вообще суперзнать византийская, это супервлиятельные кланы, которые в политике имели очень большое влияние. Это как орлеанские прибурбонные, я бы сказал. Точнее, мощные такие. Как что-нибудь очень бургундская ветвь, ферляндская ветвь. Вот это вот такие мощные родственники. И это для его политической судьбы было очень важно. Описаний детства нет, но по косвенным данным можно понять одно. Он был весьма и весьма образован. Надо сказать, что византия этот обломок Великой Мировой Империи, а это был настоящий обломок, только очень крупный. Крупный обломок, да. Вот очень крупный восточный обломок. Она ощущала себя полнейшей восприемницей античного наследия греческого, проглоченного потом Римом, и в совокупности полученного и сохранившегося Византией. Поэтому образование, классическое образование, со знанием древних языков, с вниманием и интересом к писаниям древних авторов, поэтам, писателям, историкам, особенно историкам, это было нормой. И, кстати, знатные семьи не гнушались своих детей всему этому обучать. В отличие от Европы в этот момент, XI века, Западной Европы. Там довольно сильно это пригасло. Но с IX века над этим начал биться с конца VIII Карл Великий. Но многого не достиг. Многопровенциальная знать, бароны... Здесь традиция была твёрдая. Эти языки надо знать, эту литературу надо читать. Надо сказать, что очень часто и много говорилось в советское время, и это прекрасно в моей памяти отложилось, о наследии, да и сейчас периодически вспыхивает, что Россия, наследница полнейшей Византии, придумали этот Третий Рим. И всегда говорили, вот культурное наследие, культурное. Но надо сказать, что лучшее в культурном наследии постепенно было растеряно. Вот это непременность высокого классического образования. А вот худшее, о чём я ещё буду упоминать, так называемый византинизм в политике, коварство, скрытность, предательство как норма... И мы с этим познакомимся на примере нашего героя. Да, это было воспринято. И так вот такое... Надо сказать, что там мама была сильнее. Маму он обожал. И мама была очень властная и мощная женщина. Но он разумно поступил, как только со временем он станет у нас императором. Первое, что он делает, маму оставляет регентом на делах и отправляется в военный поход. А руководит всем мама. Ну, мама была для него фигурой заметной. Детство прошло в обстановке непрерывных мятежей и переворотов. Вот пришло с его детства и ранней юности на самый нестабильный момент, когда императорский трон просто вот очевидно шатался, болтался, если можно так вульгарно выразиться. И стало казаться, может, каждый. Наверное, рано, очень рано он понял, что я тоже могу. И он это реализовал. Что мы камняны, кстати. После того, как его... Кто он ему был-то? Дядя. Дядя. Дядя скончался. Первый камнян был дядя. Он уже рассчитывал, что может быть получит престол. Но это было сомнительно. Во-первых, у Алексея был старший брат, Исаак. Во-вторых, в тот момент они еще не были так близко к престолу. А отец отказался принять корону от своего брата. Его отец. За что его мама сильно и не полюбила. Не одобряла. Не одобряла. Молодость Алексея завершилась, в общем-то, вот, наконец, стабилизировались два основных претендента на этот несчастный императорский трон, который такой нестойкий. Это Михаил VII Парапинак и Никифор III Ватаниат. И вот два претендента, уже явно проявившие свою склонность к войне, к политике, к замеченности. Он еще, как говорили современники, был красив. Очень складно фигура была у него организована. Он был заметен. Этот замеченный человек занял позицию. Он за Михаила VII. Он выступает на стороне Михаила VII. Он командовал, Алексей Камнин, командовал обороной Константинополя от противников Михаила VII. В 20-летнем возрасте. Если вот поспорить там, когда он родился, не очень понятно. Ну, вот юношей, да. Юношей, юношей. Хотя есть старший брат, давайте запомним. Исаак, да. В 1077 году поднял мятеж старый, как все пишут авторы, малоазийский полководец Никифор Ватаниат. Вот в шатающейся обстановке, ну-ка попробую я. И победил этот самый Ватаниат, человек преклонных весьма лет. Император Михаил VII бежал из столицы, отрекся от трона, принял постриг и затем даже стал митрополитом эфесским. И так, кажется, у Алексея полная неудача в карьере. Он выступал на стороне того, кто побежден. Того, кто свергнут. Но самым поразительным образом этот старый и, видимо, в каких-то вопросах мудрый, но не во всех, Никифор III сохранил Алексея Камнина при дворе. Почему уцелел Алексей Камнин в такой ситуации, когда оказалось все безнадежно? Ему около 30 лет уже, когда завершилась борьба этих двух претендентов. Прежде всего, вероятно, благодаря своей славе воина и полководца. Он воевал в различных войнах еще до совершеннолетия. Первый раз ему было лет 15, он у мамы отпросился на войну под руководством своего старшего брата Исаака. Нет, там у Нори был, который умер еще. У старшего брата, вот не ручаюсь, пойти на войну в младшем чине, чине младшего офицера. И не раз подавлял уже всяческие мятежи и делал военную карьеру. Вот назову его должности. Еще при Михаиле VII, которого свергнут. Младший стратик. Это невысокая, но офицерская должность. Затем уже стратик-автократер. Это самостоятельный с большими полномочиями. Командующий полков. Да, шаг за шагом все выше. Стратопедарх, это старший офицер. Потом на этой военной должности он уже получает при Никифоре III должность доместика западных схол, правитель западных областей. Это вообще уже крупная фигура. И, наконец, при Никифоре же он получил должность Севаста. Новая должность. Правда, как его брат Исаак. Оба брата получили семья все-таки. И мама при дворе. Они все втроем при дворе. И все почитаемые. Несмотря на то, что узурпатор пришел, захватил. Они были на стороне законного императора. Узурпатор их поднял. Всю семью. Не выгнал. Не выгнал. Назначил Севастами. Севасты – это высшая придворная должность, довольно новая. В дальнейшем, начиная со времени вот этого Никифора, ее занимают практически только члены императорского семейства. Вот это очень интересно. То есть, вот он совсем на вершине. Совсем на вершине. Окружен влиятельной родней. И кажется, что... Жалевана, его поселили во дворце. Я очень рада. Его поселили рядом с покойным императором. Вот этого узурпатора. И вообще он был очень близок к этому Никифору Третьему, от чего потом и произошли его новые трудности. Кто ж такой был этот Никифор Третий в Атаниат? Ну, современники не раз называли его неразумным правителем. И в силу своей неразумности он находился при власти очень недолго. С 1078 по 1081 год. Ну, срок просто неисторический. И бесконечно вынужден был подавлять недовольство. Ну, узурпатор есть узурпатор. К тому же очень немолод и недостаточно мудр. Он мудрость проявил поначалу только с камнином. Но потом сам испугался. Во-первых, он очень щедро раздавал казну. Что бы ни бунтовали, он пытался задобрить всех бунтующих. Он женился на красавице, императрице Марии, жене свергнутого отрекшегося Михаила. Это же ужас. Во-первых, ее муж, который бежал и принял постриг, он жив. Она молодая красавица. Этому за 70, Никифору Третьему. Никому это не нравится. Все видят, что он неразумен, неаккуратен, с казной плохо обходится. Но при нем, вот за эти короткие годы, Алексей прошел просто тренинг по подавлению мятежей. Это особенно занятно потому, что этот мастер подавления мятежников затем составит заговор, поднимет мятеж и займет престол. Он натренировался. Он подавлял мятежи в Фессалониках. Он подавил восстание в гвардии. Гвардия бессмертных. Сама гвардия взбунтовалась против императора. В виде слабого человека ему говорят, не доплатил. Доплачивай. Он подавлял, Алексей, восстание подданных в Никее, где мятежник Никифор Мелисин призвал на помощь Туроксельджуков. То есть он проходит какую-то огромную военную практику, военную тренировку, как будто бы объективно готовясь к своей будущей, к своему будущему долгому правлению. И, наверное, учитывая некие очевидные ошибки Никифора, то, что он побыл настолько близко к нему и видел все вот эти недовольства, чем люди, чем знать недовольны в Никифоре. Прежде всего, он не занялся сколько-нибудь улучшением войска. И это Алексей Камнин прекрасно на себе ощущал. В Византии была одна очень важная особенность. В отличие от Западной Европы, там не сложилась системы военной службы за полученную землю. То, что называлось феодом. Сначала бенефицием, а потом феодом в Западной Европе. Вот ты получил от правителя, от короля там землю. За это столько-то дней в году ты приходишь с таким-то отрядом, оговаривался вооружение. Так собиралось королевское войско. Для эпохи вот начала зрелости феодальной это было очень удобно, очень прогрессивно, действенно. А у византийцев, ну сами они не византийцы, себя называют империя ромеев, а не империя римлян. В Византию название ввела историческая наука. Это типичный историографический факт. Потому что сами они ромеи. Так вот, у ромеев такой системы не сложилось. И в основном войско стояло из наемников, которые всегда ненадежны, очень корыстны. И небольших таких своих отрядов, которые они могли создать, но никакой стройной структуры, структуру-то придумает, потом ведет все-таки именно Алексей Камнин. Итак, Никифор не занимается войском. Никифор совершает поступки морально осуждаемые. Его осудила, конечно же, Западная Церковь и глава христианства, тогда же глава христианства. Хотя только что произошло разделение христианства на католиков и на православных. Но папа – это влиятельная фигура. Он осудил этот брак, это двоежонство фактически. Ну, еще он опирается на поддержку Сулеймана Сельджукского, Сельджукского султана, Никифор. И, конечно, это все вызывает недовольство, которым пытается, видимо, воспользоваться наш мальчик. Он уже не мальчик, правда? Он уже не мальчик. Ему 33 года. Он знаменитый. Или 23. Получается, вроде 33. Зрелый муж. А проживет он или до 70, или чуть меньше. Он знаменитый человек. Он знаменитый победитель мятежников. И что же все-таки побуждает его двигаться к мятежу? Первое. Ничтожество императора Никифора III в Атаниата, отсутствие него всякого авторитета, ослабление авторитета. То есть Алексей Камнин, человек властный, незурядный, умный и овеянный военной славой, мог увидеть. Вот путь к власти. Второе. Крушение надежд, которые, видимо, были у Алексея, что император его усыновит. Это в традициях. Это было в традициях древнего Рима классического. И империя Ромеев или Византия унаследовала это. И он рассчитывал, что он его усыновит и сделает наследником за победы над всеми мятежниками. И вдруг Никифор III, очередной его неумный поступок, объявляет наследником своего племянника, Синодина. Все. Это крушение надежд. И, наконец, последняя причина движения к мятежу. Интриги и происки двух людей, очень по-своему замечательных. Вольноотпущенники. Ну, преданные как бы псы, рабы этого императора. Они поведут себя так, как вот эти вольноотпущенники. Опять римская традиция. Люди, когда-то занявшие статус вольноотпущенника, то есть ничтожные в социальном смысле, оказываются рядом с фигурой императора, оказываются ему нужными, потребными, оказывают любые услуги, ватча самые низменные. И вот им кажется, что они так дороги и что они так близки к фигуре императора. И они всегда ревнуют к тем, кто появляется тоже рядом, но по-другому. Не как слуга, а как Алексей полководец. Их звали Барил и Герман. И эти два человека плели всяческие, скажем, византийские интриги против него. Алексей ощутил опасность для своей жизни. И мама его это ощутила. Я просто, чтобы послужило запалом, ему Никифор Ватаниад, который уже ему не очень доверял после этих интриг, поручил подавление очередного мятежа. И накануне отхода он поднялся на башню и высказал свое удивление по поводу многочисленности армии. Зачем так много? Зачем так много? Я вам приказал взять несколько отрядов. На что Алексей сказал, что с высоты башен войск у крепости всегда кажется больше, чем на самом деле. Отшутился. Сказал он это со смехом. Да, отшутился. Источники пишут, со смехом. Но в ту же ночь бежал. Бежал. То есть, это реплика императора, что ты собрал войско больше, чем надо. И мне это тревожно, мне это подозрительно. Заставило его принять судьбоносное решение. В ту же ночь он вместе со старшим братом Исааком бежит, предварительно перерубив ноги коней в императорской конюшне. Боже мой, как мне всегда жалко. Чтобы от погони. Как мне всегда жалко лошадок, которые становятся непонимающими жертвами людских страстей. А дверь в конюшне открыла мама. Да, подстраховался от погони. Мама вдохновила и два брата бегут. На встречу новой судьбе Алексея Камнина. Наталья Басовская в программе «Все так». Попал в историю эхо Москвы. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Восемнадцать часов тридцать пять минут в Москве. Наталья Басовская в Алексею Камнине. 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 О вашем тезке. Да. Но сначала наши победители вас спросили, кто же мечеть Ай-Софию перестроил в музей. Конечно, это был президент Турции Ататюрк, Кемаль Ататюрк. И книгу «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного» Роберто Монтрана, издательство «Молодая гвардия» получают. Павел, чей телефон начинается на 037, Андрей 323, Игорь 188, Николай 066, Андрей 615, Елена 663, Игорь 115, Ольга 033, Константин 190 и Ольга 739. Итак, наш герой Алексей Камнин, Себаст, молодой, бежит, бежит из столицы, бежит к войску. Как это все напоминает, между прочим, когда-то Западную Римскую империю, тому лет 600 до того? А они все-таки восприемники действительно, вот про обломок мы с вами говорили, громадный обломок, традиционный, классический. Античной цивилизации. Но уже в других исторических условиях, уже окруженные другого рода этносами, у них очень сложное положение. Но многие традиции, привычки, формы политической жизни, они в несколько трансформированном виде приняли, конечно, оттуда. И так в городе Цурули, куда быстро-быстро стекали сторонники Алексея Камнина, так и видится мне, что многие-многие говорили ему, ну, наконец-то, ну, пора, ну, сколько можно терпеть этого ничтожного Никифора. Пора, пора, окруженный сторонниками, которые примчались к нему из Константинополя и из разных других провинциальных мест, он провозглашен императором. Причем старший его брат Исаак, но он не имеет такой популярности, как Алексей, и сам, как пишут все авторы византийские, надевает ему на ногу пурпурную сандалию, показав, что будет подчиняться своему более знаменитому брату. А император Никифора заставили Никифора Третьего отречься от власти. Интереснейший эпизод. Когда император, этот очень немолодой человек, поплелся, так сказать, пошел в храм Святой Софии, чтобы там официально объявить свое отречение, по дороге, на пути, один из его вот этих лакеев, фольноотпущенников, а именно Борил, с усмешкой сорвал с него драгоценный, дорогой, расшитый плащ, накидку. Вот что такое раб, который рядом, вот здесь, под рукой, он изменяет при первом же повороте судьбы. По Стригса, Никифор в монахе, принял схему, горюет только по поводу того, что ему придется воздерживаться от мясной пищи. Не то чтобы совсем, но все-таки она ограничена для христиан. Короче говоря, жуткой трагедией со стариком не произошло. Он умер в тот же год. Ну, он уже был и не здоров, и не молод, но хоть не было жуткой расправы. Итак, Алексей Первый Камнин, император. Он получил, это апрель 1081 года, он получил страшное наследство. При расстроенных финансах и неструктурированном, нечетко организованном войске враги со всех сторон. На востоке это турки-сельджуки, которые отняли у Византии уже почти всю Малую Азию, в частности, такой драгоценный город, как Никея. Север, это печенеги, они в Севербалкан и Придунайские области, воинственные кочевники, в сущности, варвары. Ну, правда, византийцы, по традиции римской, опять-таки, всех называли варварами. Ну, всех, ну, всех. Ну, а это настоящие варвары. Запад и Юго-Запад. Это флот Роберто Гвискара или Робера Гвискара. По-разному его приводят транскрипцию на русский язык. Это знаменитая фигура, яркая, один из основателей нормандского государства в Южной Италии и Сицилии. Выходцы с Северной и Северной Европы, викинги, основали там в XI веке свое государство, отвоевав у Византии Калабрию, Южную Италию, юг Италийского сапожка, а у арабов Сицилию. То есть, мощно заявив о своих военных возможностях и политических притязаниях. И вот в кольце этих врагов Алексей, который до этого имел опыт в основном войны с мятежниками, проявляет себя как дипломат. Ему удается, смирив себя, пойти на мир с сельджуками. Он вынужден заключить с турками с сельджуками мир. Но больше он добивается в Европе. А именно, вступает в союз с Венецией и германским императором Генрихом IV. Для этих людей, Германия, Венеция, Гвискар и норманы на юге Италии в тот момент представляли опасность. Потому что, например, Генрих IV вел отчаянную борьбу с папой Григорием VII, бывшим монахом Гильдебрантом. Генрих IV, германский. Да, Генрих IV, германский император Священной Римской империи. Он воевал с папой Григорием VII, а папа Григорий VII опирался на этих норманов на юге Италии. Вот такое хитро сплетение. И в это удается ввинтиться, вернуться византийскому императору Алексею Камнину и договориться о союзе с германским императором Генрихом IV, да еще и с Венецией, для которой тоже укрепление норманов на юге Италии представляло опасность. для передвижения по морям, для ее флота. Итак, он отправляется тут же, получив этих союзников, в поход против норманов, оставив управление матери. 18 октября 1081 года он потерпел, он и его войско Римеев потерпели страшное поражение при Дерахии. Он едва не попал в плен. Он сам сражался лично и отчаянно, был окружен врагами. Как он вырвался, это, в общем-то, представлялось каким-то чудом. Личное мужество, безумная смелость, но это страшное поражение. Не пал духом, а проводит то, что с восторгом описывают все. Мобилизацию всех сил этого слабеющего, злосчастного государства. До того, вплоть до того, что приказывает переплавить все драгоценности двора. Ну, все это образно. Какую-то часть драгоценности двора. И даже церковной утвари в монетах Пётр I после Нарвы. Абсолютно. Я себе на полях своих пометок пишу. Пётр I после Нарвы. В истории многое повторяется. И в сущности здесь сходство с ситуацией. Поражение и крепкий дух у этого человека, который от одного поражения не падает. У него нет упадка сил и отчаяния. И вот пройдет 4 года, и в 1085-м норманны будут до конца вытеснены с Балканского полуострова. То есть, он эту задачу решил. Теперь, вот он мне напоминает Алексей в ранге императора. Вот такого зверя загнанного, который грызается во все стороны. Ну, так оно и было. И в промежутках немножко скажу, что он там делает внутри, он кое-что делает. Но он вынужден все время огрызаться и отбиваться со всех сторон. Теперь у него на повестке Дня Печенеги. С ними проходит серия битв, сражений на Дунае. И в 1088-м году Печенеги в целом остановлены. Остановлены. Благодаря тому, что Алексей опять проявил гибкость, византийскую изворотливость, он купил, перекупил союзников Печенегов, таких же варваров, половцев, хорошо известных нам из русской истории. Он обещал им огромную плату за то, что они предадут Печенегов. Половцам было, в общем-то, все равно. И они перешли на сторону Алексея. И в 1091-м году Алексей Камнин одерживает победу над Печенегами. Несколько десятков тысяч, боюсь, что это преувеличение. Но много, много Печенегов оказываются в плену и ночью, никто не пишет, что по прямому указанию Алексея, пишут так, ночью ромеи перебили всех пленных. То есть это море крови. Смешная, горький смех, реакция половцев очень разумная. Они в ужасе тут же покинули лагерь византийского императора, бежали, даже не дождавшись окончательной расплаты. Он начал теснить и турок, и Византия стабилизировалась. Все понимали, что это какой-то очень счастливый для этого, казалось бы, уже полностью загнанного государства. Когда он пришел к власти, когда к власти пришла династия Камнинов, вообще вся их территория ограничивалась только Балканским полуостровом. А когда-то, это там и Сирия, и другие земли на Ближнем Востоке, когда-то это Армения, там много чего было. Все растеряно. И вот, кажется, стабилизация. И тут первый крестовый поход. Объявленный в октябре 1095 года в Западной Европе, в небольшом французском городе Клермоне, римским папой Урбаном II. Призыв. Идем на Восток, где турки-сельджуки захватили неверные мусульмане, захватили священный город Иерусалим, наши святыни христианские. Надо сказать, что захватили еще в 70-х годах. И вдруг в 1095 такой призыв. Есть подозрение, что западных политических деятелей, в частности Папу, не очень-то обрадовала стабилизация Византии. Это же соперники. Прежде всего. Это просто после Никейского соперника. Да, прежде всего в конфессиональной области. И приходит известие, что при Алексее Камнине все стабилизируется. Существует документ, который большинство строгих авторов считает фальшивкой. Я присоединяюсь к ним. Якобы было письмо Алексея в 80-х годах, лет за 10 до Клермонского собора. Спасите, помогите, христиане, придите. Ну, вот не верю в это письмо. Но прикрывшись еще и этим письмом, они по призыву, как известно, Урбана II отправляются на восток в крестовый поход. Спасать христианские святыни в землях, вокруг Иерусалима, в священных землях, там, где христианство начиналось. Путь их может идти только через Византию. И никак иначе. Надо сказать, что прежде чем оценить реакцию Алексея Камнина на прибытие этих христоносцев, этих спасителей, напомню. В основе византийской идеологии лежал краеугольный камень. Империя Ромеев владычица всех народов. Об этом прямо пишет, например, Анна Камнина. Но они все, эти народы вокруг нее, империя Ромеев, ее враги. Все, что хоть когда-то принадлежало Ромеям, то есть Византии, это все навек ее достояние. Кто бы сейчас там не командовал. А император почти бог. Он не только от бога, почти бог. Это такая трансформированная римская идеология на восточной почве. И вот прибывают к Константинополю первыми орды крестоносцев, а именно крестьян. Ведь первый Петр, Петр Амьенский или Петр Пустынник, фанатично верующий человек, привел толпу десятки тысяч, ну примерно считается от 25 до 30 тысяч человек. Орванных, голодных. Несчастных, голодных, которые, идя через Южную Европу, совершили уже много грабежей. Им надо что-то есть. Известно, что завидев, ничего не знали про географию. Завидев, например, шпили собора или ратуши, так было в Южной Германии, они спрашивали, скажите, это не Иерусалим? То есть они территорию эту не представляли. Ужас того, на что они пошли. Не понимали, их гнали. И голод, и многое мы об этом говорили. И вот эта орда здесь. Они сейчас же кинулись грабить богатый, сытый Константинополь. Он хорош, он красив, в нем много красоты, богатства. Он претендует на центр мира. Богатые восточные базары, украшения, ковры. Они жадно бросились все это грабить. И Алексей Камнин сразу проявил безумную оперативность. Сказал, сейчас же немедленно дать корабли и переправить их через Босфор. На Анатолийский берег. На берег, на север Малайзии, Малайзийского полуострова. И это было молниеносно сделано. Причем подчеркиваю, потому что рыцарей он не будет торопиться переправить. Он переправил этих несчастных. Они добрели в основном от орда до Никеи. В районе Никеи были истреблены турками-сельджуками. Считается, что 25 тысяч тел мертвых осталось под безжалостными лучами солнца в Малайзийской пустыне. Их истребили и ушли сельджуки. Это не битва. Это уничтожение. А вот позже, в конце 1096 года. Эти прибыли в начале года. А в конце 1096 прибыли крестоносцы. У нас был разговор, например, о Готфреде Бульонском, самым заметном предводителе первого крестового похода. Так что всех не буду напоминать, то там все заметные. Один танкред чего стоил. Вооруженные, сильные, более просвещенные. И Алексей сейчас же вступил с ними в торг. Им тоже надо переправиться. И они просто прибыли, сказали, накорми, во имя святой идеи, накорми и переправь. Алексей Первый ответил, минуточку. Я напоминаю вам ту самую идеологию. Что все, что там, захвачено турками. У меня. У нас. Все принадлежит нам. Раз и навсегда. И вы идете не просто освобождать святые земли. Вы идете возвращать их мне. Поэтому заранее принесите, пожалуйста, вассальную клятву. А в эти времена в Европе вассальная клятва вещь очень серьезная. Очень ответственная. Нарушать ее считается великим преступлением. Справедливой считались только два вида войны. Против неверных, та, на которую они шли. И против вассала, нарушившего эту клятву. Поэтому они сначала уворачивались от принесения этой клятвы. Готовик Бульонский держался тверже других. Говоря, что нет, мы идем во имя общей Божьей идеи. Возвращаем это Господу, а не вам, Ромеям. Ну, Алексей опять поступил. Разумно. Вот в отличие от того, кого он свергал, Никифора Третьего, Ватаниата, который был неразумным правителем. Он был разумный правитель. Он предложил просто перестать их кормить. И не давать воду, и не пускать Константинополь. Они лагерем стояли под стенами. И у них начался, ну, прежде всего, жажда, голод. Вопрос был решен. В основном, с разными оговорками, вассальную клятву они принесли. И чисто теоретически, по феодальному законодательству, по тогдашнему праву, можно было считать, что они вот захватили эти земли и стали вассалами. Это ничего не дало Византии, в общем-то, угасающее. Это был разговор о приоритетах. Но все-таки букву этого приоритета он осуществил и юридически оформил. Надо сказать, что же еще он сделал во внутренней жизни этого удивительного государства Византии. Чем оно особенно удивительно? Оно существовало больше тысячи лет. И надо сказать, что это большой исторический срок. Но 1123 года, можно сказать, формально. Ни про какое другое государство так не скажешь. Потому что есть год, как бы, начало. Это открытие, сейчас мы скажем, презентация Константинополя, 330-й, и есть год и день конца. Это 1453-й, это падение Константинополя, взять его турками-сельджуками. Но вот эта последняя стабилизация все-таки была очень заметной. Он многого добился во внутренних делах. Сокращение бюрократического аппарата. И начал широко использовать пронию. Прония – это в Восточной империи вариация что-то вроде феода. И вот стал требовать этой военной службы. И на какое-то время это очень усилило византийское войско. Оно стало напоминать рыцарское ополчение Западной Европы. В церковной политике он был непримирим. Очень строг был в отношении ересей, которых немало в это время было. В христианстве уже это нарастало. Не меньше, чем мятежей, я бы сказал. Да, пожалуй, сопоставимо. Иногда не сливались. И вот с Богомилами он в борьбе с Богомилами проявил изощренное византийское коварство. О котором очень изящно пишет Анна Камнина. Всячески стараясь его выгородить. Дочка написала панигирик. Она написала восторженную книгу. И все-таки из этой восторженной книги ты видишь, какое византийское коварство. Что он сделал? Он заманил этого предводителя еретиков, богомилов византийских, как бы для того, чтобы послушать старца Василия. Я, говорит, хочу послушать и проникнуть с твоим учением. Очень интересно Анна Камнина все это описывает. Он сделал вид, Алексей, император, сделал вид, что ему интересно и что ему даже нравится. И тогда, пишет Анна Камнина, старец разоболтался и начал говорить такие ужасные вещи, в том числе в отношении императорской власти, несогласия с тем, что власть императоров становится выше духовной. То есть ересь в самом, как хотите, даже современном политическом смысле. И даже государственной изменой. И тогда, отец, пишет она, снял маску и сказал, так вот ты какой. А ведь он пришел добровольно по приглашению императора, отдал его суду. Ну, каков этот суд, мы можем без труда вообразить. Суд приговорил его к казни и сожжению. И тут Анна выражает некоторые сожаления, что, мол, все-таки, может быть, можно было не сжигать. Вот оно, византийское коварство. Вот он, византинизм в политическом поведении. Как хотите. В наше время находится немало людей, желающих воспеть роль Византии в русской истории. Я думаю, надо видеть две стороны. Культурная роль была, но была и остается и вот эта. Алексей Камнин любил участвовать в богословских диспутах. И так успешно, видимо, участвовал, что Анна говорит, он говорил подобно Демосфену. Пусть Панигирик, но она сравнивает его. Ну, вот Панигирик тоже. Она, например, про его внешнюю стать и про рост говорила, что когда он вставал, он не производил впечатления. Так аккуратно пропал. Зачитываю. Какое изящество сквозило во всей его фигуре? Изящество, а не величество. А его внешность, как утверждали люди, была достойна не земного владыки, а напоминала о божественной, о высшей доле. Хорошая дочь и восторженная. Любящая дочь. Он ей отплатил в конце жизни. Еще, да. Еще он ей отплатил. Цитирует отца, как отец говорил о войне. Лучше умереть в мужественном бою, чем спасти жизнь ценой позора. А, в общем, мрачные деяния за ним тоже есть. Писал стихи. Это тоже было мрачное деяние. Плохие стихи. Как много всего уживалось в этом человеке. После 37 лет на троне, в возрасте 70 лет, видимо, 70, он тяжело заболел. Правда, за два года до этого он возглавлял последний свой поход против сельджуков на носилках. Да, эта история очень известна. Но об этом говорили в Константинополе, об этом говорили в Европе. Я просто хочу сказать, что когда он заболел еще, вот при Ионийском дворе, даже ставили такие, во дворе Ионийского султана ставили такие, его называли там картавый, и ставили такие представления, что он беспомощный, бессильный, не может поднять гол. Целые представления делали. А тем не менее на носилках он воевал, и без успеха, с сельджуками. В конце жизни, все ждали, в конце его жизни, что он назовет своего преемника. Все это вечные ожидания тех, кто топчутся. Я хочу сказать еще напомню, что он, конечно, укрепил империю. Конечно. И реформа армии, реформа денег, реформа административного суда. Такую империю получить хотелось. Он-то в свое время получил клочки. Полный упадок. Как говорили о ком-то из его предшественников, раздавал золото целыми колесницами. То есть он получил упадок, а сейчас стабилизация. Стабилизация относительно успехи. Крестоносцы теоретически признали себя вассалами. Отодвинуты враги, разбиты печенеги. Норманы притихли. Хотя сын Роберто Гискара еще разок нападал на Византию. Но все-таки они отодвинуты. И такую империю, такую корону хотят многие. И вот Анна, дочь Анна Камнина, тогда еще ничего не писавшая. Ее обстоятельства заставят стать писательницей. Тогда еще никакой книги не писавшая. И жена умирающего Алексея, Ирина, вот эти влиятельные роддуки, они хотят сами принимать политические решения, решили добиться, чтобы трон достался, чтобы он завещал трон своему зятю, мужу Анны, Мужу Анны, Никифору Вриения, в обход сына Алексея и Анна. А был сын. И, как пишет раздраженно Анна, он часто поступал, как хотел. И вот типа его прощальная шутка. Он уклонился от ответа. Он не назвал никого. Но перстень передал сыну. Умирающий он своему Иоанну. Может, это сувенир. Началась борьба. Да, да, да. Может, это сувенир. Сын примчался. Да, да, да. Примчался только во время агонии. Дочери все время были рядом. Анна, Мария и Евдокия были все время при отце. Иоанн примчался в последний момент, в разгаре агонии, так сказать. Никаких особых сыновых чувств не проявил. Но правителям потом будет хорошим. И сразу оккупировал дворец. Вот отец еще умирает, а Иоанн уже, можно сказать, забаррикадировался во дворце. Не пошел на панихиду, боялся выйти из дворца. Вот такая византийская обстановка. Тем не менее, он стал правителем. А Анну отправили спустя несколько месяцев в монастырь. И это вынудило ее написать книгу Алексеада. Один из удивительных литературных памятников этой эпохи. Наталья Ивановна Басовская об Алексею I ко мне мне, в византийском императоре в программе «Все так». Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.